В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! Сохранение ненецкого языка, культуры и самобытности северного народа – одна из самых актуальных тем современности. Хадри Акатета – один из тех, кто помогает традициям жить. Хадри – исполнитель традиционного эпоса, хранитель ненецкой культуры. Хадри, здравствуйте! Здравствуйте! Ань, здорово! Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Я занимаюсь чем? Живу ненецкой традиционной жизнью, это в первую очередь. Потому что очень много людей, которые говорят о том, что давайте сохранять ненецкую культуру, одеваются в национальную одежду по праздникам, и при этом они сами в свою культуру до конца не погружаются. То есть этой жизнью они живут только на сцене, только в кадре. А у меня в жизни это немножечко по-другому. Потому что я вырос, родился в тундре на Ямале, в северной части полуострова Ямал, где кочуют у меня родители, братья. И эта жизнь, она постепенно-постепенно стала расширяться в моей городской жизни. То есть сейчас я живу в Москве и в Подмосковье, и тоже занимаюсь кочевой жизнью. То есть у меня есть чумы, у меня есть олени и много-много разных животных, которые у нас не как в тундре просто кочуют, живут там, и являются просто одеждой, обувью. А они у нас в современной жизни, в другой среде, обрели немножечко сторонний смысл. То есть они являются актерами, рассказывающими про жизнь на природе, рассказывающими про оленеводство. Они могут тоже катать людей, но при этом у них задача, как и у меня, стала немножечко более глобальной. И основная моя деятельность – это рассказывать про ненецкую культуру, и чтобы люди могли в нее погрузиться. При этом не уезжая далеко на север, в места традиционного проживания ненцев, прямо в Подмосковье могли приехать в чум, переночевать, приготовить традиционную кухню, пообщаться с оленями, с волками, с лисами, с лошадьми. И вот это вот все можно сделать у нас в нашем большом комплексе. Эти проекты, они призваны на сохранение ненецкой культуры традиционной. Вы говорите по-ненецки во время реализации проектов? Я свободно говорю на ненецком языке, да, и знаю еще язык наших соседей на Ямале, ханты. Да, это одна из важных частей – знать свой язык, потому что когда ты знаешь свой язык, то ты знаешь больше про свою традиционную культуру. И я тут не люблю вот это вот слово в глобальном смысле, что я занимаюсь сохранением ненецкой культуры. Нет, я живу. Я живу этим, и тем самым я сохраняю самобытность нашей культуры. И я могу о ней рассказать. Потому что когда ты просто занимаешься сохранением, то, как и на любой, наверное, работе, в какой-то момент у тебя может произойти выгорание. А зачем мне это надо? И ты не делаешь это частью, глобальной большой частью своей жизни. Когда твоя работа для тебя любима, и она уже не работа, а образ жизни, то ты можешь сделать больше, чем поставленные перед тобой задачи. То есть сохранение, развитие, оно становится такой микрозадачей, то есть сама собой реализующейся. А ненецкие эпосы, ненецкие песни – это же очень сложно. И откуда вы черпаете вдохновение? Где вы берёте материал для своих ненецких песен? Кто помогает? Ненецкий эпос – это традиция, которая передаётся у меня в семье. То есть у меня исполнитель эпоса – мои родители, исполнитель эпоса – мои бабушки и дедушки. И для того, чтобы стать исполнителем, нельзя просто взять и в какой-то момент решить, что я этим буду заниматься. Нет. Особенность ненецкой традиционной культуры – это преемственность передачи знаний. И, например, почему именно в ненецком автономном округе стало меньше традиционной культуры, традиционного образа жизни? Потому что семейный институт именно здесь был нарушен во время создания колхозов, коллективизации, когда ввели вахтовый метод оленеводства. Когда женщина, она какое-то время находится в посёлке, мужчины кочуют. То есть одно из важных звеньев из этого цикла было вынуто – дети и женщины. Потому что ненецкое воспитание, в чём оно заключается? В том, что мы не сажаем перед собой своего ребёнка и не говорим, «Так, вот так вот будем делать, вот у нас в культуре так-то, так-то, так-то». Нет. Ребёнок перенимает всё, что делают его родители. Почему мы часто в современной жизни встречаем детей, которые истерят, которые орут, которые неуправляемые? Ну, можно понять, как примерно себя ведут родители. Примерно так же. Потому что многие взрослые люди даже не замечают за собой, со стороны, как они выглядят, как они говорят, как они разговаривают с другими людьми. Потому что в современном обществе очень много масок, и люди надевают маски для того, чтобы пообщаться со своим ребёнком, чтобы пообщаться со своим работодателем, со своими друзьями. А в традиционной культуре ты всегда есть ты. То есть самое важное на сегодняшний момент, наверное, перед тем, как начать говорить людям, давайте сохранять культуру, надо сказать, а давайте каждый из вас будет самим собой и будет делать то, что ему нравится. И тогда уже человек, встав на своё место, то есть не надевая никаких масок, он подумает, посмотрит вокруг себя, что ему действительно на самом деле нравится делать, не обижая при этом себя, не обижая людей, которые находятся рядом. И это, наверное, основа любой этнической традиционной культуры, когда у человека, у любого есть собственные границы, про которые мы сегодня очень много говорим в современном обществе. Они в традиционной культуре в любой присутствуют. Вот, например, в ненецкой культуре есть разделение на мужской мир и женский мир. Женское пространство, это пространство в жилище, она здесь занимается всем. То есть созданием уюта, когда устанавливается чум. Как правило, говорят, да, женщины устанавливают чум, но при этом зовут на помощь ещё и мужчин. Но почему женщины занимаются установкой чума? Вот в современности же говорят, вот, бедные, несчастные ненецкие женщины ставят тяжёлые чумы, таскать, покрытие чумов. А они ставят это пространство для того, чтобы им было удобно, потому что они большую часть времени проводят в этом пространстве. И они, скорее, управляют процессом установки. Но вообще здесь есть ещё и сакральное значение, потому что женщина является хранителем вот этого вот сакрального мира внутри дома. Это, наверное, в любом доме, да, хозяйка создаёт уют. Но кроме уюта есть энергия домашняя, где муж, дети, все остальные будут себя чувствовать в защите, в тепле. В тепле не только физическом, но и душевном. А пространство мужчин, оно находится за пределами чумового пространства. Это пространство стойбища, пространство пастбищ, куда он уезжает. И он привозит эти ресурсы домой, а женщина их распределяет. Вообще вот ненецкий этнос, он ведь очень-очень сложный. Очень сложная там иерархия всех вот, я не знаю, как их правильно назвать, большинства. Это всё равно, да, ведь это... Как вообще разобраться в этом, если вкратце? Что из себя представляет? Да, если говорить про ненецкое мировоззрение, это в первую очередь анимизм, да. Сейчас это слово довольно редко используется, больше начинает использоваться слово шаманизм и так далее. Ну, люди как представляют себе шаманизм? Танцы с бубнами, там, горловое пение и так далее, и так далее. В ненецкой культуре это всё немножко по-другому. Почему я говорю анимизм? Потому что мы почитаем энергии, которые находятся вокруг нас. То есть всё пространство, которое находится вокруг нас, оно может либо нам помогать, либо не помогать. И для того, чтобы это пространство нам помогало, мы с ним должны договориться. И это одно из основ нашего мировоззрения, что, например, с духом воды, с духом земли, место всегда можно договориться. Также есть домашние духи. Но при этом в ненецком мировоззрении, в религии, так скажем, есть верховный бог, ну, да, все про него знают. И все остальные — это такие своего рода духи святые, некие энергии, которые помогают людям. И при этом изображение самого создателя ненцы никогда не делают. То есть есть ошибочное мнение, что есть изображение там Нума, где-то там изображают как идола, нет. Идол, на самом деле, в первую очередь, это временное вместилище. То есть мы, когда куда-то едем, приходим куда-то, нам нужен стульчик, чтобы присесть, вот как мы с вами, да, присели в студии и разговаривали. Нам так комфортно, нам так удобно. И тут точно так же с духами, то есть им должно быть комфортно для того, чтобы подготовиться к диалогу с человеком, с диалогу всем, что находится вокруг. То есть это некий сакральный процесс, к которому мы готовимся. То есть мы сегодня пришли в студию, нам нужно было подготовиться, познакомиться, пообщаться, посмотреть, хорошо ли мы выглядим в камере, да. Вот, и тут примерно такой же процесс. То есть многие люди очень сильно уходят далеко в некие высокие энергии, вибрации, низкие, высокие. На самом деле кочевники к этому относятся немножечко попроще. Да, есть вера в духов, есть вера в некие силы, которые могут на нас влиять извне, но при этом человек знает, что он создаёт свою жизнь сам. То есть, когда ты кочуешь, если ты не собрал своих оленей, ну тут никакой дух тебе не поможет, если ты сам лентяй. Вот, и тут во всём так примерно. Адри, вы пришли с музыкальным инструментом. Расскажите, пожалуйста, что это за музыкальный инструмент и для чего он нужен? Это музыкальный инструмент. По-ненецки он называется нялы. Вот, или ниньсяноку. Раньше это был исключительно женский музыкальный инструмент. И делался не только из металла, но ещё и из китового уса, из кости, из дерева. Вот, и являлся одним из шаманских инструментов. Вот, сегодня у нас людей, играющих на этом инструменте, довольно мало. Вот, и мы его используем ещё и на сцене для того, чтобы рассказать про природу нашего северного края, про звуки, которые есть, которые мы слышим вокруг себя, да, какие песни. Потому что все звуки природы, которые находятся вокруг нас, она может нам подсказывать, какие песни нам петь, как передать ту же энергию. Давайте я для вас сыграю большой кусочек. КОНЕЦ 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 без человека не звучит то есть человек становится частью этого музыкального инструмента вообще про звукоподражание голоса птиц зверей у немцев это охотничье искусство то есть вы идете на охоту вы изображаете даже не изображать и вы общаетесь с гусем на его языке или с другими птицами а это все начинается с детской игры вообще немецкая детская игра она напоминает такой своеобразный перформанс театр когда дети играют каждый свою роль например начинается весна и дети играют в прилет птиц вот как раз в июне наступает месяц гнездование птиц и в это время начинается у детей и детей тоже гнездование и ты изображаешь птицу руками головой взглядом еще ты звучишь при этом или ты изображаешь зверя например и и при этом мы тоже как бы подражаем всему живому что находится вокруг нас и мы в детстве могли играть в эту игру с утра до вечера то есть мы лепили яйца из песка мы изображали оленей мы изображали каких-то хищных птиц кто-то из братьев стер играл не хищных птиц которые сидят на своих гнездах гнездуются вот прилетает какая-нибудь хищная птица или пил прибегает песец и из этого как бы рождается еще и бытовой танец когда мы изображаем повадки животных которые нас окружают и так таким образом еще мы узнаю узнаем и рассказываем тем кто младше нас кто живет вокруг нас что не только люди на есть еще и живая природа сейчас вот мало кто знает какие животные вообще живут в лесу в тундре где-нибудь там еще и когда родители с детьми приезжают к нам в кинозо студию не наш находится наше пространство некоторые дети видят курицу первый раз своей жизни или козу про олени лам верблюдов я вообще ничего для них волки это уже какие животные ваши родители они кочевали они до сих пор кочуют и и отличие наверное ненецкого автономного округа да и территории кочеве восточных ненцев отличается тем что у нас за уралом кочевая жизнь она сохранилась намного лучше чем здесь она такая же как 100 лет назад 200 лет назад то есть да еще вливаются современные гаджеты интернет спутниковые телевидение люди ведут молодежь ведет социальные сети рассказывают про то как они кочуют как они живут и это все можно сегодня посмотреть и как правило кочевники в свою жизнь берут то что может приносить пользу например современные снегоходы и человек выбирает так мне купить обычный снегоход и тот который помощнее который мне позволит ездить на дальние расстояния и он соответственно выбирает то что получше или там тот же интернет он нужен для чего для коммуникации с остальным миром если раньше в моем детстве было радио то сейчас это спутниковое телевидение вы делаете шаманские бубны расскажите в чем отличие обычного бубна от шаманского бубна вообще что это такое чем в чем отличие раньше например лет 50 назад даже 100 может быть лет назад в основном были только шаманские родовые индивидуальные бубны то есть как таковых бытовых бубнов у ненцев не было то есть у коряков у ивенов учуще да были то праздничные бубны которые во время праздника вытаскиваются люди играют поют у ненцев как таковой традиции не было и чем отличается на сегодняшний день до обычный бубен с которым люди выступают на сцене да и другой бубен шаманский тем что шаманский бубен он был изготовлен соблюдая определенные правила и он прошел церемонию оживления вселения духа то есть туда пригласили дух некую энергию которая вошла в бубен и помогает человеку лечить человек проводить какие-то обряды и сейчас в последнее время я больше переключился на то что я создаю бубны для конкретных людей то есть для коллективов я стал делать меньше практически не делал почему потому что когда ты делаешь бубен для коллектива он как бы по сути бесхозный его могут где-нибудь бросить то есть к нему нет такого уважительного щепетильного отношения чем если человек приобретает бубен именно для себя и когда человек приходит ко мне за обрядовым бубном он знает для чего он ему нужен и при этом он уже находится в некой гармонии с этими энергии у нас есть ну современной россии грубо говоря настоящие шаманы или где-то может за рубежом есть настоящий в россии они у нас есть вот это вот наверное для нашей страны это некая ценность что мы близки к своим истокам и мы можем вот это вот раскрывать передавать помогать почему из-за границы к нам особенно на север едут многие люди даже не знают зачем они едут но на самом на самом деле почему потому что здесь человек ближе всего к своим корням то есть даже вот в ненецком автономном округе есть семьи которые не потеряли вот эту вот передачу преимственности то есть в семье передается некий уклад есть связь со своим родом со своим предками они их знают то есть в нескольких поколениях и это наверное важно потому что как бы человек живущий в городе люди живущие например за границей в основном европейский человек он очень далеко ушел от своих корней потому что в той же россии да сколько раз людей отлучали от своих корней то есть на журманов вообще практически истребили то есть это удивительно что они остались где-то прятались у немцев произошло вот это вот культура она при когда пришла советская власть новая новая так скажем веха все традиционно ушло внутрь чума внутрь жилища почему здесь вот у вас в округе это не сохранилось потому что чума как бы как такового не стало потому что женщины стали жить в квадратной коробке в этой коробке им стало сложнее это все сохранять и передавать и при этом есть постоянный страх что кто-то доложит что вот баба маня там шаманит до обряд очищения проводит и у меня на родине это произошло немножко по-другому то есть люди по-прежнему остались в чумах и как только появилась возможность вернуться к традиционному укладу жизни кочевием на свои родовые места люди взяли даже без оленей кто пешком отправились к на свои традиционные места проживания представьте сколько силы должно было быть у этих людей для того чтобы они вот с мест куда их сослали куда их раскулачили это сотни километров что им нужно было дойти доехать с помощью других людей может быть как у меня в семье происходило а в современности мы жалуемся на то что у нас что-то не получается да все получится главное чтобы были глаза руки и ноги и самое главное внутреннее огромное желание двигаться к своей цели видите где она у меня находится и современности вот сейчас вот мы говорим про сохранение традиционной культуры да что надо надо кричим со всех уголков а спросили ли мы молодежь им надо объяснили ли мы им а зачем им это надо на самом деле вот допустим чтобы сохранять тоже не не скуку культуры чтобы в нее погрузиться этот человек не обязательно должен быть ненцем если вот например мы с вами пообщаемся про поговорим про ненецкую культуру и вдруг вы понимаете что ну щелкнуло вот что-то внутри вот поменялось и вы не просто будете как вот вам дали листовку да и рассказывать про ненецкую культуру как бы некий некая энергия вдохновение вас войдет и вы сами будете хотеть про это рассказывать и это станет частью вашей жизни и я обычно говорю что как бы сохранение нашей культуры нужно в первую очередь не для того чтобы все знали о том что мы тут сохраняем и мы тут такие молодцы нет это нужно в первую очередь для нас и для наших детей чтобы вот это вот преемственность передачи пока она полностью не оторвалась да она снова укрепилась появилась потому что мы через десятки лет снова также как вот люди потерявшие свою культуру свои корни будем искать а найти то будет негде это сейчас вот люди европейский человек может прийти к нам к людям которые близок к природе при близок к своему традиционному укладу жизни он может прийти к нам и погрузиться в это почувствовать как это быть человеком близким к своему роду и дальше уезжая домой на этом как бы его работа не заканчивается до этого человека он задумывается о том что а кто же такие мои предки где они жили чем они занимались откуда куда они перемещались и здесь для того чтобы мотивировать молодого человека ненца ненца кого угодно до живущего на севере ему нужно объяснить ответ вот суть то что когда ты знаешь про тех людей которые жили за тобой если ты знаешь про уклад жизни если еще и знаешь язык свой родной то это дает тебе огромную силу для того чтобы жить развиваться двигаться в современной жизни еще можно сказать про то что когда ты начинаешь знать больше про свою культуру ты просто становишься необычным уникальным человеком это ведь так то есть не так много людей которые могли бы сказать да я ненец я говорю на своем родном языке при этом я знаю свои традиции и любой человек многие говорят на ненецком языке в ненецком округе проблема огромная что молодежь язык умирает очень мало кто знает ненецкий язык очень мало на нем говорят а как за уралом за уралом намного лучше то есть я в социальных сетях вижу а ненецкая фамилия я могу написать сообщение на ненецком языке и 95 процентов что мне на ненецком языке ответит или я приезжаю в ямальские города поселки иду по улице я могу обратиться человеку ненецкой внешности да я понимаю что это ненец и мне стопроцентно ответит на ненецком языке объяснят если вдруг я не знаю хочу узнать куда идти то есть такая разница почему у нас почему такая разница вот как раз я говорил о том что женщину и ребенка вынули из вот этого вот цикла цикла кочевания и но еще и пропаганда что как бы на ненецком языке говорить нельзя что это вот уже все старое как бы пропаганда советского времени но при этом мы не имеем права говорить о том что вот советский союз виноват а мы такие белые пушистые и и при этом несчастные нет все-таки нет потому что среди тех же кочевников среди тех же ненцев есть люди которые несмотря на ни на какую пропаганду смогли это сохранить и здесь наверное сохранение культуры языка в первую очередь должно начинаться с семьи внутри семьи а потом уже распространяться дальше на ваш взгляд как нужно учить с чего надо начинать нужно ли в школе уроки нужно надо начинать в первую очередь самого себя то есть допустим представим есть родители да или даже люди которые потом в будущем станут родителями и пока еще может быть они учатся в школе им не нужно ждать что когда когда они будут там их мама и папа скажут надо нет он сам себе должен сказать мне это нужно и понять для себя для чего тебе это вообще нужно потому что например в той же ненецкой среде да если ты начинаешь говорить на ненецком языке то у тебя общение в ненецкой среде становится намного больше и при этом допустим я вырос в тундре я умею заниматься соленьями шить работать по дереву по кости и так далее в современной жизни это то что дает ресурсы для меня для моих детей и еще как бы возможно после меня мои дети этим тоже будут заниматься возможно но при этом как бы я создаю и расширяю свой проект для чего для того чтобы те же ненцы которые например по каким-то причинам остались без оленей но при этом хотят жить традиционной жизнью они могут присоединиться к моим проектом при этом заниматься чумами заниматься выделкой шкур и так далее так далее то есть независимо от того где ты живешь где ты находишься ты можешь продолжать существовать в этой этнической традиционной жизнью до в среде своей и при этом неплохо зарабатывать то есть твои знания становятся твоим ресурсом и при этом ты занимаешься своим любимым делом и если человек чувствует что как бы там занятие традиционной культурой рассказывать там экскурсии про чума там что-то создавать если на него это в тягость ну значит это не его надо значит искать себя дальше но возможно как бы в какой-то момент человек все-таки придет к тому что да культура это как бы основа нашей жизни вдали от родины живете вам удается на ненецком языке общаться и как это происходит да конечно я разговариваю по телефону на ненецком языке ко мне ненцы приезжают в гости ненцы из съемала с красноярского края с ненецкого автономного округа кстати у вас есть носители культуры и языка которых тоже нужно находить они у вас перед вами и как правило это старшее поколение но им тоже старшему поколению что нужно общение вы даете им общение они вам взамен дают свои знания это мне кажется прекрасный такой бартер и у меня есть волонтеры которые приезжают ко мне на проект для того чтобы побыть вот в этой ненецкой среде поговорить на ненецком языке и при этом мне помочь в проекте например вот недавно был юбилей ксении филипповна ефтысы вот она уже несколько раз приезжала ко мне на проект как мы еще и познакомились как раз таки благодаря вот занятиям этнической культуры и она с удовольствием приезжает с удовольствием рассказывает какие-то вещи про которые я не знаю то есть я из восточных немцев она из западных и как раз таки я восполняю вот эти вот свои знания про другую часть своего народа а сильно разница культура ненцев запада на восток и язык диалектов ведь очень много сильно он разнится культура сама по себе основа культуры она одна и та же да есть свои особенности и в ненецком языке довольно много диалектов живущих до сих пор по-моему около 16 что ли диалектов или говоров вот разница есть да например лесные ненцы не поймут там например канинских ненцев вообще ни в какую ну вот ямальские ненцы находятся в середине они понимаю могут понять и тех кто дальше на востоке и тех кто западнее вот да есть конечно такая вещь что иногда какие-то диалектизмы слова встречающиеся только на этой местности мы не поймем но это можно всегда освоить узнать на самом деле у меня в моем общении ненецкого языка очень много даже потому что еще и занимаюсь переводами еще я занимаюсь консультированием людей кто изучает ненецкий язык как предмет науки сейчас вот в институте языкознания российской академии наук есть у нас такой проект когда ко мне соединяет узи аппарат я говорю на ненецком языке озвучиваю анкеты и они понимают как двигается мой язык то есть это уже немножко новый шаг дальше в и в изучении языка да и в сохранении то есть спустя много лет люди услышат мой голос и при этом даже увидят как двигается мой язык в этот момент то есть они смогут воспроизвести это вот это как раз таки и документации языка есть еще институты которые находятся за границей они тоже занимаются изучением ненецкого языка и мне конечно хотелось бы чтобы вот эти вот все множество институтов которые этим занимаются и еще и люди которые хотят изучать свой язык чтобы они могли объединиться соединиться потому что те же ученые делают очень огромную колоссальную работу и материалами их трудов можно было бы пользоваться выступать еще консультантом фильмах да я консультирую фильмах и создаю костюмы реквизиты тоже для кино для фотосессии тоже своеобразный такой пласт моей работы тоже нелегкий приходится очень много особенно в кино когда работаешь очень много приходится наставить на том что так у нас у немцев вот так вот так вот нельзя да бывает что меня увольняете за этого с проектов потому что я слишком настойчивый но должно быть справедливость справедливость да должна быть но режиссер же это художник он так видит и в кино даже в историческом в историческом кино тоже работаем даже животным даже историческое кино даже военное кино про великую отечественную войну во многих случаях нам врет почему потому что так режиссер увидел такое бывает ну может быть в какой-то момент когда появится именно ненецкое кино и все регионы в которых живут нет объединяться для того чтобы создать там киноиндустрию да как в якутии тогда может быть мы сможем сами говорить про свою культуру так как мы знаем как мы хотим тоже вот допустим разницу в наших вот что есть здесь ненцы живут у них вот культура вот такая у них одежда вот так выглядит нарта чум устанавливаться таким образом а это ненцы другие и вот когда вот ненцы сами видят вот картинку например бывает кино про ненцев и там говорят там в каком-нибудь там в наринмаре там рядом с наринмаром кочуют такие 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 то люди а мы в картинке видим что одежда это не наринмарских ненцев и знающий человек даже в лукой бы чуть-чуть знающий даже увидит например даже вы вы уже при у вас есть представление шкут как у вас народ одевается какой у них крови тут я не знаю даже на уровне какой-то такой визуальной памяти это у вас уже есть и вот когда вы в кино видите да одежда ненецкая но что-то не так если вы конкретно не знаете ну вот у вас останется вот это вот ощущение что что-то не так не я не могу понять если вы уже знаете структура орнамента крови вы тогда вы видите а это вот не это вот ненцы оттуда не наши у нас программа подходит концу чтобы вы пожелали тем кто носителям ненецкой культуры ненецких традиций чтобы язык жил чтобы они не боялись быть самими собой то есть наша культура наша традиционная жизнь знания нашего народа это наш огромный большой ресурс который пока что находится близко пока что он живой и так он как огонь горит и мы должны греться у этого костра и многие стесняются там быть ненцами стесняются одеваться национальную одежду не надо стесняться это есть часть нас это есть наша особенность и тогда зная свою культуру мы не смешаемся с огромной серой толпой мира спасибо большое что пришли к нам за нашли время наша программа подошла к концу я напоминаю что мы говорили о сохранении ненецких традиций с адриок от этом до свидания до встречи в эфире